Анальдонов с Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, бронзовый призёр чемпионата мира в Канадском Лондоне в прошлом сезоне, чемпиона Европы в Загребе, которая лидирует у нас после короткого танца. АПЛОДИСМЕНТЫ Минус 4,75 балла для первого места. Очень интересная программа, однозначно сделана под олимпийский сезон. Их прошлая программа была интересна, но на сегодняшний день они произошли всегда очень-очень смотрятся на одном дыхании. Давайте посмотрим. Сезон. Дорожка последней линии. Поддержка по прямой. Закончили вращение. Поддержка по дуге. Дорожка по кругу. Вот мы видим крюк, выкрюк, скобка, твизл. На твизле мы немножко пошутнулись. Смотрим дальше. Субтитры создавал DimaTorzok и хореографическая поддержка завершает программу. Субтитры создавал DimaTorzok из фильма. Потом они поменяли на Вивальди времена года. И последняя часть – это Моцарт на Гримоза. Скажу также, что эта программа была поставлена сначала для шоу «Ледниковый период», исполняли у Оксана Домнина и Алексей Тихонов. В этом были и плюсы, и минусы того, что ребята в этом сезоне делают эту программу. И когда у Кати в финале гран-при в «Коке» спросили журналисты, не боитесь ли вы, не опасайтесь, что все время сравнят. Она сказала, что зрителям нужно понимать, что шоу – это шоу, а катание, спорт – это совсем другое дело. В шоу ты можешь открывать, раскрыть свои эмоции, показать, создать некий образ. Ты там не ограничен ни в чем, ты только как артист на льду. А здесь ты придерживаешься жестких правил, это все гораздо сложнее. И гораздо сложнее представить все это, раскрыть. То есть задача тяжелая. Абсолютно с вами согласен. Конечно же, эти рамки очень давят на спортсмена, когда они выполняют любой элемент. То есть элемент оттачивается, оттачивается постоянно. И вы, как сегодня мы видели у наших профессионалов, тоже бывают такие моменты, что не случайность падения, которое приводит – это спорт. В спорте может произойти все что угодно. Поэтому, конечно, я с вами согласен. Здесь очень все шоу, есть шоу, когда мы можем себе больше позволить. И здесь все гораздо правее. Да, но я хочу сказать, что в отличие от Лены и Никиты, они-то свое слово сдержали. Они как раз упали в Москве, упали в Фукуоке. Причем ехали они на таком дыхании, а там стояла просто в зале. Там такая специфика, что зрители настолько любят фигурное катание, что когда фигурист или пара выходит на лед, там просто мертвая, гробовая тишина стоит в зале. И слышно буквально там, как человек дышит. Хотя огромный зал. И вот она после Фукуоке сказала, что наш лимит на падение исчерпан, если только Саша от радости не упадет за бортиком. Вот сейчас они получают за прокат 106,63 балла. Движение возможно было за передержку поддержки. Ну и набирают 179 баллов. 90 баллов занимают первое место и становятся чемпионами России в танцах на льду. Можем поздравить. Да. И только можем пожелать не останавливаться.